Здравствуйте, уважаемые друзья. С Вами я Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук и в этом видеоподкасте поговорим о кетозе коров. В молочном животноводстве очень много всевозможных проблем, но проблема кетоза без преувеличения одна из самых наиболее часто встречающихся и которой приносит огромнейшие убытки. Кетоз опасен сам по себе. Он характеризуется снижением молочной продуктивности, гипогликемии, кетонурии, потерей массы тела. Например, при кетозе корова может потерять от 30 до 50% молочной продуктивности, а у отдельных коров может вообще наступить полная оголокия. Понятно, что такая ситуация может наблюдаться в очень редких случаях. Как правило, до таких ситуаций не допускают. Я привел пример только с молочной продуктивностью, но вообще клинических проявлений кетоза достаточно много. Я не буду сейчас описывать все клинические признаки данного заболевания, это тема отдельного видео. Да и это не суть важно. Важно понять то, что кетоз, который опасен сам по себе и более того, он может быть пусковым механизмом еще и многих других заболеваний. Заболевание кетозом после отела часто приводит к послеродовым осложнениям, задержанию последа, метритом, эндометритом, образованию кис яичников. Все это нарушает половой цикл и приводит к снижению половой функции. И если посчитать убытки, которые наносит кетоза, то, как я уже сказал, что они огромные и без решения проблем кетоза прибыльного молочного животноводства быть не может. Поэтому все пытаются помочь животноводу решить эту проблему. Понятно, что с огромной выгодой для себя. Кто-то предлагает препараты, которые повышают обмен веществ и улучшение работы печени. Другие предлагают какие-то защищенные кормовые добавки. Третий предлагает какие-то препараты, которые активируют ферментативные процессы в РУЦЕ. В общем, много чего предлагают. Причем все эти предложения подаются как уникальные и что благодаря им проблема кетоза будет полностью решена. Маркетинг сейчас агрессивен. Все направлено на то, чтобы убедить потребителя в незаменимости товара и что применение данного товара позволяет полностью решить проблему. Сразу хочу же Вас разочаровать, что золотых таблеток не бывает. Это первое. А во-вторых, большинство из того, что есть сейчас на рынке для обребы с кетозом, направлено на ликвидацию последствий кетоза и его клинических проявлений. Чтобы успешно бороться с кетозом, надо знать следующее, что кетоз это болезнь высокопродуктивных коров. Это связано с тем, что у высокопродуктивных коров очень часто бывает несоответствие между поступлением энергии в виде глюкозы и ее расходом на поддержание жизни самой коровы и на образование молока. То есть, сбалансированность рациона это самая первая и главная защита от возникновения кетоза. Очень важно знать все потребности организма и правильно балансировать рацион. Это ключевой момент. Но даже этого недостаточно для предупреждения кетоза. Очень важно понимать тот факт, что сразу же после отела потребность в энергии и питательных веществах у коровы меняется скачкообразно. Теоретически, хотя это и сложно, но мы можем обеспечить корову необходимым количеством энергии и питательных веществ. Но вот беда в том, что корова в этот момент не может все это переварить, ведь рубец это очень инертная система. Смена типа кормления должна проходить постепенно, на это уходит около двух недель. Поэтому смена типа кормления коровы перед отелом это один из самых ответственных моментов. Это первое. Начинать эту смену типа кормления надо задолго до отела, недели за три. И потом в течение 8 недель после отела надо с коровы, что называется, глаз не спускать и предельно точно обеспечить корову всем необходимыми веществами согласно ее потребностей. Это очень ответственный период и называется он транзитным периодом. Поэтому в период позднего сухостоя необходимо запустить кальциевый обмен, подготовить рубец к приему большого количества концентрированных кормов, активизировать деятельность рубцовой микрофлоры и поддержать иммунитет перед предстоящим отелом и периодом раздоя. Это первое. А второе, в период раздоя необходимо повысить уровень глюкозы в крови и одновременно поддерживать активную деятельность рубцовой микрофлоры и иммунитета. Только при таком подходе вы сможете максимально предотвратить возникновение кетоза. Понятно, корма должны быть максимально качественными, без лишнего содержания органических кислот. Все это зависит от качества силоса или сенажа, которые являются основными кормами в зимний стойловый период. Если же Вы не сможете обеспечить крови качественные корма, сбалансированные рационы и не сможете правильно во времени организовать переход от одного типа кормления к другому, то тогда без препарата кетоза Вам не обойтись. А это дополнительные затраты и далеко не всегда это успешно. Какие препараты Вы будете использовать для лечения и профилактики кетоза, то это уже Ваш выбор. Их реально много. Самое главное помните, что любые препараты от кетоза это уже тушение пожара. Если есть потребность в препаратах от кетоза, значит Вы допустили ошибки в кормлении и особенно в транзитный период. Помните, что лучшая гарантия от кетоза это сбалансированное кормление и, как я уже сказал, особенно в транзитный период, то есть за 3 недели до отела и 8 недель после отела. Правильное кормление важно не только в транзитный период, но и в этот период особенно важно. Как раз после отела опасность развития кетоза у высокопродуктивности коров очень высокой и без своевременной диагностики и специальных компьютерных программ по расчету рациона избежать этой проблемы просто невозможно. А что касается рекламы, что вот с этим препаратом у Ваших коровы не будет проблемы с кетозом, то это не совсем правда. Не верьте этому. Это не более, чем маркетинговый ход, хотя такой рекламы и очень много. Да, препараты Вам отчасти помогут снять проблему, если она возникла, но на короткое время. Главное это не препараты, а главное это правильное кормление. А вообще кетоз очень обширная тема и здесь очень много нюансов, которые надо обязательно знать и которые мы рассмотрим в наших последующих видео. А пока всего Вам доброго, здоровья Вам и Вашим коровам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.